Так, ну что, у нас с вами сегодня третье уже занятие там по произведению про нереальности. Так, и у нас с вами получается, что герой наш Матвей, он переместился случайно из одной реальности в другую, да, семиклассник Матвей в этой реальности, в параллельном мире, будем говорить так, да, он попадает в параллельный мир, где все то же самое почти, да, но у его родителей вместо сына дочь, поэтому Матвея, в принципе, вообще никто не знает. То есть его там не существовало в этом параллельном мире, да, это один из сложных вариантов получился, как он попал сразу, да, вот, существует та же школа, где он учился, да, существует тот же дом, где живет его семья, только в семье девочка растет вместо мальчика, девочку зовут Милослава, и приходится Матвею искать кому, с кем бы посоветоваться, потому что совсем в одиночку очень сложно искать выход, да, и он находит одноклассника, с которым, Веню, да, с которым ему удается договориться, то есть Веня увлекается фантастикой, Веня верит в то, что можно перейти из одного мира в другой, параллельного, мало того, он сам это подсказывает, эту идею, что произошло, объясняет, вот, и они уже вместе идут к классному руководителю, то есть Вениамин считает, что классный руководитель самый тот взрослый человек, который может тоже в это поверить. Только у Матвея с классным руководителем этим же самым, только в параллельном мире отношения-то не сложились, и Матвей считает, что это к нему придираются, да, но мы сейчас посмотрим, правда ли придирается, потому что, ну, в принципе, классный руководитель-то тот же самый и в этом мире тоже, да, вот, давайте посмотрим. Значит, зовут его Олег Денисович, классного руководителя, да, и они к нему приходят и говорят, вот, пожалуйста, мальчик Матвей Добровольский, который прибыл к нам из другого мира параллельного, где все то же самое, но только там существует Матвей Добровольский, а здесь существует Милослава Добровольская, девочка в этой же семье. Ну, и классный руководитель, естественно, какая бы ваша реакция была, да, то есть он, естественно, зная, на что способны вы, вот, дети, да. Мама, ты слышал, какой гром был? Так, Алла, давай ты отключишь только звук, хорошо? Хорошо, вот, зная, на что способны дети и какие розыгрыши бывают в школе, да, Олег Денисович, первая реакция его, конечно же, вы разыграли, вот, естественно, Матвей вообще полон скептицизма, да, то есть он не верит, что вообще Олег Денисович в это поверит когда-либо, но у них есть одно доказательство. Какое у них есть доказательство, которое может поверить Олег Денисович, кто помнит? Тимур, может быть? Нет, Тимур, наверное, помнит. Или Вера? Вы же читали? С чем они пришли к этому классному руководителю, поняли? Я читала, но уже забыла. Ага. Наверное. Наверное, он хотел доказать, что знает семью, в которой он жил. Так, один из вариантов, правда, Олег Денисович эту семью не особо хорошо знает, в смысле, что это родители его ученика, ученицы, вернее, сейчас, да? Ну и все, в принципе, да? Так, Тимура, у тебя есть вариант? Или нету? Нету, да? Смотрите, у Матвея, у Матвея оказалось в кармане, завалялась записка, которую этот же классный руководитель, только в другом параллельном мире, дал, написал для родителей Матвея. То есть, что должен узнать, что Олег Денисович должен узнать в этой записке? Во-первых, свой почерк. Во-вторых, свою записную книжку, из которой он вырывал этот листок, чтобы написать. В-третьих, ну, примерно свой стиль, да? И видно, что эта записка написана им, но для Матвея и его родителей. То есть, он написать в этом мире ее не мог, да? Вот. Ничего не понимаю про Барматал учитель. Почерк похож на мой, подпись тоже, но я такого не писал. Писали Олег Денисович, писали, только в другой вероятности, горячо заговорил Веня. Листок-то тоже ваш, из вашего ежедневника, вы проверьте. Олег Денисович пододвинул себе к ежедневник и стал его листать, отыскивая эту страницу, которая была вырвана. Вот она, одновременно воскликнули Матвея и Веня, когда он долистал до нужной даты. Страница, вырванная, да, в том мире, здесь находилась на своем законном месте и была совершенно чистой. А потом они еще обнаружили, что на обратной стороне этой странички, чем-то там чиркалась, красной ручкой, да, расписывалась, ручку расписывали. Олег Денисович переворачивает этот листок и там действительно есть эта пометка. Ну, в общем, хочешь, не хочешь, а верить приходится. То есть, может быть, это невероятно, но очевидно, да. И вот в итоге еще к тому моменту, когда Олег Денисович начинает в это верить, да, оказывается, что в Лабаранской, которая примыкает к классу, находилась Милослава. То есть, та девочка, которая заменяет Матвея в этом мире, да, в этой параллельной реальности. И Милослава, она тоже не верила Матвею, а тот понимает, что, оказывается, это возможно. И Олег Денисович просит встать рядом. И получается, что картинка-то складывается, да, то есть, они почти одинаковые, как близнецы, да, то есть, они почти одинаковые, только мальчик и девочка, да. Даже выражение лица сейчас одно и то же, сказал Олег Денисович, вы меня не дурачите. То есть, он после записки все равно еще, да, немножечко задумывается. Вот эту схему, кстати, рисует, когда объясняет теорию этих параллельных миров, что на каком-то месте, да, реальности расходятся. В одной реальности котик живой, в другой реальности котик не живой, да. Это то, во что выросла теория коте Шредингера, но это отдельная история, как-нибудь поговорим, да, про эту теорию. Ну, и Батрушкин их, в принципе, возвращает к другому вопросу. А давайте теперь поговорим о чем? О том, что Матвею вообще-то домой надо как-то возвращаться, потому что в этой реальности ему как-то не очень уютно, во-первых. Во-вторых, какие еще проблемы возникают в связи с тем, что Матвей не в своей реальности, не в своем мире. Да, Катя? Да, что его мама приедет с девочкой. Ага, да. А его нету там, да? Лена. Да, Лена, у тебя что? Ну, ему, его в школе живут, ему негде найти ночлег. То есть ему в этом мире довольно сложно будет объяснять, кто он, да? Да. Довольно мало кто поверит в это, кроме вот учителей Матвей и Соловейни. В своем мире он пропадает, без вести, можно сказать. А тут появляется. Да. То есть в любом случае хорошо бы ему вернуться обратно, да? Да. Ну, вот. Ну, и откуда появилась теория невероятности, да? Вот именно вот здесь она звучит, эта фраза. Ватрушкин у нас научный фантаст. С некоторой долей иронии сказал Матвей. Он разработал теорию вероятности, которая существует одновременно. Это не я разработал, смущенно пробормотал Веня. Это, короче, там целая теория сейчас, да? Скорее уж теорию невероятности насмешливо перебила Милослава, но выгляд у нее был растерянный. То есть, получается, да, есть еще мир, где у родителей мальчик, а не девочка. А, возможно, есть еще мир, где у родителей нет детей. А может быть, еще мир, где... Мальчик и девочка. Мальчик и девочка, да? Мальчик, мальчик, девочка, девочка. Да, чего только не бывает в этом мире, да? Вот. Ну, потом Матвей с Вениамином проходят определенные стадии. Они ищут ту точку, где был переход, где это... Как это можно вычислить, да? То есть, пройти по тому пути, который Матвей делал. Ту ночь, когда перескочил из мира в мир. Пока они там все это раскапывают, где что, в итоге Веня попадает в больницу, ну, там по не очень серьезному поводу. Просто с его везучестью у него часто происходят всякие происшествия небольшие, да? А Матвей, значит, встречается опять с учителем. И, значит, учитель спрашивает, где вы были, что с вами произошло. Вот. И вот дальше идет еще интересный диалог, показательный для Матвея именно. Вам и правда интересно, где мы были, да? Интересно? Причем тут интересно, не понял тот. Вы пропали еще днем. Перестали отвечать на звонки. Как я должен понять, где вы и что с вами? Пропали и пропали, пробурчал Матвей и положил полотенце на подголовник переднего сиденья. Разве вам не все равно? Если мы не в школе, вы за нас не обязаны отвечать. А я вообще не ваш ученик. А Ватрушкин? Ну, признайтесь, Олег Денисович, какая вам разница, что случилось с этим ходячим недоразумением? Вот. Что, как это описывает Матвея? Вот это вот. То, что он сейчас говорит. Планета. Не-не-не. Это не про картинку. Я говорю, что вот про это, да? То, что говорили сейчас. Вот это. Ну, это говорит о Матвее. Какой он? Он невежливый. Ну, это немножко, да? Еще какой? Давайте еще попробуем подобрать, да? Так, Тимур. Ну, он как бы не очень оценивает других людей. Людей, да? Так что он с компьютером больше всего времени проводит. И так что он не очень привык говорить с людьми. Он не уважает взрослых чужих. Взрослых не уважает. Большую часть детей уважают взрослых. Просто боятся, что их накажут как-нибудь. Он не уважает взрослых. Он не уважает то, что надо взрослым бежать. И своего друга тоже не очень сильно уважает. Ну, кстати, да. Там не только незнакомых взрослых. Там и в семье-то он, в общем-то, не особо заботится о своих близких. Вот. Но кроме взрослых, смотрите, вот как он про Ватрушкина, да? Единственный человек, который ему, в общем, даже объяснил, что происходит, да? И с ним всюду ездит, да? Ходит и беспокоится о нем этот вот Веня, да? Ватрушкин. И вот как он о нем тоже отзывается, да? И вот смотрите, да, вот когда человек считает, что кому-то на других наплевать, то он сам беспокоится о других? То есть он считает, что всем на всех наплевать. Вот он сам способен на людях переживать тогда? Нет. Вот в том-то... Он способен, но... Ну, о ком он сейчас переживает? Вот на данный момент. О себе. О себе в основном, да? Называется эта штука эгоизма. Да? То есть когда человек только о себе, он может быть даже и не так... Ну, он не задумывался об этом, да? Он этого не осознает пока. Вот. Когда ему говорят об этом, он считает, что к нему придираются, да? Ну, жизнь, она покажет немножечко, знаешь, что там будет дальше. И вот Олег Денисович реагирует, да, на это, говорит. Тяжелый ты человек, Матвей Добровольский. Высокомерный, равнодушный. И к тому же неблагодарный. Хорошо, что вы с Милославой похожи только внешне. Она совсем другая. Мне жаль самого себя, на правду слышит. Только кто тебе еще ее скажет? Родители пожалеют, а друзей у тебя нет. Да откуда вы знаете? Хм, не трудно догадаться. Если бы у тебя были друзья, то именно они помогали бы тебе сейчас. И ты не мыкался бы по улице под дождем, как потерявшийся щенок. Человек в трудной ситуации обращается к надежному другу. А ты к кому обратился? К учителю, которого терпеть не можешь, и к однокласснику, которого считаешь ходячим недоразумением. Да? Доказательная база присутствует, да? То есть довольно логично. Учителем объясняет, что к чему и как. Ну и стоило учителю так говорить? Да. А зачем? Чтобы он понял, в чем его ошибка, и больше так не делал. Есть такая психологическая реакция, да, молодец, Лена? Но есть такая психологическая реакция, которую человек не любит про себя плохое слышать. Он это отвергает буквально сразу. Скажут вам что-то плохое про вас. Вы займете оборону. Вы не будете в себя это пропускать. Вы займете оборону. Вы будете доказывать, что все не так. Да? Очень трудно пробиться через эту оборону. Да? Обычно мы начинаем с того, что ты очень хороший человек. Но вот тут вот есть вот какие-то моменты. И лучше говорить человеку даже как, что я, мне сложно с тобой, да, я себя чувствую плохо вот когда-то, вот, от себя. Но в этот момент, наверное, горькое лекарство лучше всего оказалось. Матвей возмутился, но запомнил. Вот что интересно, да? Вот. Ну и Олег Денисович, он говорит еще одну хорошую такую фразу. Поверь, вселенная не вращается вокруг тебя одного. Рядом с тобой живые люди. Не надо относиться к ним, как к мусору. Ну, то есть всегда стоит подумать о том, что вот вы что-то чувствуете, да, что другие люди чувствуют, ну, то же самое. Взрослые, не такие взрослые на самом деле, они тоже чего-то хотят. Ну, вплоть до того, что они вашими игрушками играют периодически, да? Вот. Поэтому, в общем, говорить, что человек взрослый, это совсем другое дело, да нет. Каждый чувствует то же самое, что его, в принципе, да? Ну и потом они разговаривают с Милославой, то есть Матвей идет ночевать в итоге к Милославе, то есть к себе домой, но в другом мире. У Милославы тоже мама уехала, так же, как у Матвея, девочку Ксюшу запирать. Вот. И у них появляется возможность обсудить, что в жизни у Милославы немножко по-другому сложилось, что у Матвея по-другому сложилось. Ну, в частности, у Милославы, например, родители развелись, у Матвея они вместе, да? И, возможно, и они пытаются вычислить вот эти ключевые моменты, в которых расходились дорожки вот этих миров. Ну, например, когда Матвей очень долго болел, родители у него не развелись, видимо, из-за того, что он долго болел. И там дальше еще идет цепочка, и папа получил какую-то работу, которую он хотел очень, и в итоге у них не сложилось каких-то конфликтных ситуаций, родители вместе, да? У Милославы, Милослава не болела, и папа не перешел на другую работу, и в итоге сложилось хуже, чем у Матвея, да, в жизни там. А вот они разговаривали, вот про эту Ксюшу, да, которую мама собирается у дочерей, да, привезти, дочь подруги. Слушай, Матвей так и не решился назвать ее по имени. А тебе мама говорила про эту, ну, дочку подруги? Про Ксюшу? Да, она ее привезет к нам. Попробуй договориться, чтобы Ксюша сразу жила у нас, не дожидаясь, пока документы оформят. Заметьте, у Милослава семья, ну, намного скромнее живет еще финансово, да. И ты не против? Конечно, не в детдом же идти. Только мама беспокоится, что Ксюшу нам могут не отдать, у нас семья неполна. Но с другой стороны, они с папой не разводились, он просто так уехал. Так что официально мама замужем. Вам, конечно, проще, вы с папой. Но к вам в дом придет посторонний человек, воскликнул Матвей, чужая девчонка. Она будет с вами жить. Хорошо, не у меня удивленно отозвалась Милослава. Я всегда хотела кого-нибудь, сестру или брата. А ты разве против Ксюши? А почему я должен быть за? Возмутился Матвей. Зачем мне это надо? Смотрите, вот опять я, мне, вот это у него номер один. Просто это нормально, помочь человеку в такой ситуации. А если бы ты оказался на ее месте, ты только представь. В какой стати я буду это представлять? Я не на ее месте. Тебе что, вообще на всех плевать? Да всем на всех плевать. Только некоторые это скрывают, правильных из себя порчат. Такие, как ты, Денисыч. Если бы всем было на всех плевать, помолчая бы сказала Милослава, люди уже давно вымерли бы. Спокойной ночи. Ну вот, заметьте, даже вот на этих фразах, да, где у него, у него все время я, мне, я, вот тут все время, да, вот так. Даника. Мне очень нравится. Ну вот, насколько, да, вот это, у Матвея, у него такой центр вселенной, это он, да. И насколько правильно вот эта фраза, насколько вы считаете, это можно, да, вот, всем на всех плевать, только некоторые это скрывают, правильно себя порчат. То есть, вот, то есть, все, кто кому-то помогает, кто кого-то там поддержит, так далее, они все притворяются? Ну, вы сами кому-то помогаете? Ну, там пойти посуду помыть, что видите, что мама устала, да, или еще что-то. Да. Ну, вот вы это делаете для того, чтобы, ну, притворяться, или чтобы действительно все чувствовать? Действительно. Второй. Смотрите, у нас один преподаватель сказал, что все, что люди делают, они делают из эгоизма, только для себя. Можно так сказать? Да. Для себя. Ну, вот, допустим, из пожара вытаскивают кого-то, да, с риском для жизни. Это тоже для себя человек делает? Нет. А для кого? Для человека, который спасает. Ну, не для себя точно, потому что... Ну, для себя он может сделать это, чтобы его тебе, типа, наградили грамотой какой-нибудь, или что-то еще. Добавил с ним от этой грамоты, конечно, но он, он уже на того. Ну, да. Нет, ты идешь, как бы, немножко, мне кажется, ты правильным путем идешь, только вот не в грамоте дело, наверное. Ну, в смысле, чтобы его похвалили, или что-то типа того. то есть ему нужно признание других людей, да? Да. Оно нужно для чего? Чтобы себя чувствовать? Комфортно. Лучше, да? То есть есть такая потребность у людей, вот, получать одобрение общества, да, от чего-то. еще, еще есть такой вариант, я не могу по-другому, да? Если я вижу, что кому-то плохо, тяжело, я иду помогать, потому почему? Потому что я потом... Потому что там... Что, да? Ну? Ну, потому что нужна помощь, там, кому-то. Угу. То есть мы притворяемся в этот момент хорошими, или нам это нужно действительно, прямо вот? Нужно. Да. То есть после этого, если мы не помогли, пришли мимо, обычно очень нехорошо на душе, да? Угу. А когда помогаешь кому-то лучше, на душе становится, да? Вот так человек устроен. Но есть, конечно, люди, которым это не надо, которые, ну, могут, как Матвей, вот так вот сказать, да, всем на всех плевать, да, и я тоже буду так же жить. Да. Но, но, но в одной части это очень сильно может зацепить, на самом деле. Вот если бы Матвею никто вообще в этой реальности не помогал, то ему бы очень плохо пришлось, правда? Вот Матвея зацепила, да? Матвей не выжил. он бы, и не выжил, да, но на самом деле там очень тяжелая ситуация. Вот. И вот у него накопилось много вопросов, и в первую очередь у него появился вот такое ощущение, А когда мама уезжала, и они поругались с Матвеем, мама сказала, если бы у меня была дочь, она бы меня поняла. И вот он вдруг начинает понимать, что маме здесь лучше, чем там, почему? Потому что тут Милослава, да, которая совсем другая, не такая, как он. Это его возмутило, но осталось, да, в подсознании. А потом они разговаривают с Веней Ватрушкиным и Веня рассказывают, почему у него двухъярусная кровать. Помните, почему? Если честно, я даже не знаю. Дело в том, что Ватрушкин... Да? Брат-близнец. Или просто... Да. Ватрушкин говорит, у меня есть брат-близнец, просто его сейчас нету, потому что его там похитили когда-то, когда он был маленьким, и когда-нибудь он приедет, и вот он рассказывает, да, что как мы с ним встретимся. Я видел во сне или не во сне, но я точно знаю, что однажды в воскресенье выйду из дома, будет светить солнце ярко, как летом, и небо будет очень синее, высокое, облака белые, пушистые. Прямо передо мной затормозит велосипед красный, блестящим рулем. А багажник будет обмотан поролоном, чтобы мягко сидеть. Я подниму голову и увижу брата. И он скажет, давай махнем к дальним озерам, ты и я вдвоем. Я больше не буду один, мы будем вместе. Вот такая вот у него, и то, что мама потом приедет, что мама певица в Москве, когда-нибудь она тоже приедет, заберет его с собой. короче, что интересно, Веня это все. Да, Тимур. Мне кажется, Веня просто, его неудача, просто потому, что ему грустно, что у него мамы нет. И что он думает, что никому не нужен. Он мечтает о том, что у него будет брат, не брат, но друг хотя бы, да, очень хороший друг. Вене очень не хватает кого-то еще. Он живет с тетей. Тетя это сестра его мамы, Лана, да. И он как, знаете, даже вот есть такое, что вот, ну, дети в детском доме, они все себе придумывают, родители, у кого их нету. Да, то есть, Веня тоже вот это вот придумывает, да, то, что мама вернется, да, то, что брат у него есть, в общем, у него такое, такая тяга, да, потребность к тому, чтобы кто-то был рядом все время. И вот Веня и классный руководитель, они все-таки ухитряются у Матвея отправить в точку, вот в эту трубу, в которой был переход из мира в мир. И Матвей проходит, пролезает через эту трубу, оттуда выползает, никого вокруг нет, значит, получилось, перешел. Хорошо. Опять же, все это происходит ночью, когда начинают падать звезды, да, то есть, считается, что их энергия вот этих вот метеоритов, ну, не звезды на самом деле падают, да, метеориты, энергия метеоритов, что она дает возможность переходить. Да, Тимур? В целом, они сказали, что оказывается это не метеор, а что-то другое. Да, ну, это у них первое было предположение, да? Ну, потому что оно, ну, во все ночи, когда они, когда Матвей переходил, там были и метеориты, ну, и вторая, что ли, и луна, правильно. Да, и луна, да, в определенной фазе была полнолуния, да? Так, ага. Лена, что? Ну, вообще, это не метеоры, а мусор, который сгорает. Ну, это и есть метеоры, да? То есть, это... там комета и Буалид, они разбирали, чем еще разница между кометой и Буалидом, да, тоже была, да, была такая штука, сегодня. Ну, вот, как пат, этот переход все время происходит в трубе, вот в этой, да, в этой точечке. Вот. Ну, вот в данном случае, они вот про это, да, про метеоры и созвездия дракона. Я вернулся в слух, сказал Матвей, ура! Вот он приходит домой, ключ подходит, он открывает дверь, садится на кухне есть и понимает, что что-то не так происходит. кто-то готовил на кухне, в общем, что-то лежит вот не на том месте, где он оставил, да, и в этот момент, когда он заходит по моему комнату, короче, его не видно со входной двери, он слышит, что кто-то открывает дверь, кто-то открывает дверь и что-то его вот останавливает от того, чтобы сразу выйти в прихожую. Мне кажется, он там психику сберет немножечко своим этим двойникам, да, вот, он и не выходит в коридор и слышит, слушает, кто там, и оттуда доносятся голосам. Кто опять свет оставил? Снова скажешь, не ты, донесся до него звонкий девчачий голос, голос, который Матвей теперь узнал бы из тысячи, голос Милославы, Матвей столбенел, он ничего не мог понять, почему Милослава, откуда, как он мог снова оказаться в ее вероятности, это невозможно, а как же дядя Вова, который его узнал, о ремонт в квартире, о ключ, который подошел к замку, получается, что это не он в ее вероятности, а она в его, и вообще, с кем она сейчас в прихожей? Ага, конечно, у тебя всегда я виноват, ответила я мальчишеский голос, с легкой хрипотцой. Одна ты ничего не забываешь, и этот голос тоже показался смутно знакомым, мы вообще редко узнали, узнаем свой голос собственный, слыша со стороны, правда? Матвей точно его где-то уже слышал, и тут до него доходит, что на этот раз он попал в другую реальность, где есть он сам и сестра у него есть, они двойняшки, да? Матвей и Милослова. Вот, но он тихо-тихо сбегает оттуда, чтобы им не попадаться на глаза, и он опять понимает, что он не в своем мире, и что-то надо делать. А что же можно делать сейчас в этом мире? Куда он сейчас опять пойдет? Куда он пошел? Не знаю. Трубу. Неизвестно. Зачем к этой трубе уже идти? Пошел он к Вениамину. А что еще доделать? Проникнув в подъезд вместе с семейной парой, которую пришлось поджидать на крыльце минут 10, потому что, ну, томофон, да, Матвей поднялся на лифте, но и оказался перед квартирой Ватрушкина, как и несколько часов назад, до того, как он переходил. Но тогда все было проще, тогда Ватрушкин его знал. А теперь они снова чужие, и надо начинать сначала. Что ему говорить? Как убеждать? И где ночевать сегодня? Венина четко, наверное, уже дома. Матвей потоптался немного перед дверью и постучал. Деваться-то все равно некуда. Вся надежда теперь только на отзывчивый характер Ватрушкина. Веня высунулся из двери побольше и окинул взглядом лестничную площадку. Опять ваши шутки? Где остальные? Спрятались? Какие остальные? Не понял Матвей. Я один, и мне не до шуток. Я попал в серьезную переделку и без тебя не справлюсь. Веня взглянул на него недоверчиво, как-то даже укоризненно и молча закрыл дверь. Ватрушкин, ты чего? Крикнул Матвей. Я тебе еще ничего не сказала? Иди лучше домой, добровольски. Ответил Веня из-за двери. Не надо больше розыгрышей. Хватит уже. Каких еще розыгрышей? Я тебя о помощи прошу. Это на самом деле важно. Нет, сегодня без меня. Матвей торопело уставился на закрытую дверь. Да, все оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Этот третий Ватрушки совершенно не хотел идти на контакт. Ситуация складывалась совсем не в пользу Матвея. Что происходит? В этой реальности Веня Ватрушкин подвергается, видимо, еще большему давлению, да, со стороны одноклассников, и они над ним буквально уже издеваются, видимо, да. И именно поэтому Веня Веня не хочет даже слушать и разговаривать с Матвеем, потому что буквально на днях там была какая-то злая слуха, да. Вот. Ситуация сложная, кстати, да. Мало того, что он не хочет просто с Матвеем разговаривать, да как это еще доказать ему, что это не розыгрыш, что это Матвей из другой реальности. Что же придумают Матвей на этот раз, чтобы убедить Веню? Он говорит, что ему Ватрушкин рассказал в той реальности. Это раз, да. Да, как выглядит его квартира, да, кто у него в квартире живет, там черепаха, да и рыбка, как их зовут, это вот он говорит. И плюс еще одно доказательство, очень хорошее такое у него, с телефона. Помните? А, он звонит, ну, просит позвонить Веню, ну, Добровольскому. Если поднимет Милая Слава, то позови Матвей. Да, и Веня зовет. Веня спрашивает, поскольку завтра начинаются уроки и говорит, то есть, я думала, из-за спорта Киады изменят расписание, А сама ошалевая смотрит на Матвея Эдвы и на Матвея, который в трубке. Да, слушает, Матвей, который в трубке, правильно. Почему нужен был неожиданный вопрос какой-то, чтобы точно Веня не заподозрил, что какая-то запись заранее сделана ответом, да? Вот. Более неожиданно вопрос, как, поскольку у нас завтра уроки начинаются, да, придумать сложно. Уроки обычно начинаются все время в одно и то же время, да, вот. Но, по крайней мере, после этого Веня понимает все это, да, что, ну, верить начинает, и они опять начинают разрабатывать, как, таким образом попасть обратно в Матвей. Что не сложилось, да, Патрушкин, почему я здесь как могло получиться, что я не попал в свою вероятность? Веня подумал немного, потом сказал, а может быть, там в трубине граница двух вероятностей, а целый узел? В одной из них у твоей мамы сын, в другой дочь, в третьей близнецы, в четвертой никого нет, опять-то она может вообще твоего папу не встретила. Вот ты промахнулся, попал на другую линию. Матвей шалело взглянул на него. То есть вернуться мне совсем не грозит, я так и буду скакать между вероятностями. Как я должен узнать свое, если я просто ползу по одной и той же трубе? А завтра вообще последний день драконит, чтобы они провалились. Мой последний шанс. Ну и потом, конечно же, Матвей ночует в Вене, и ночью, выходя на кухню, не спалось ему, да, но встречает Лану, тетю Вене. И у них получается такой складыватель на кухне разговор, в котором Матвей очень много узнает о Вене, такого, чего он никогда бы не узнал самого Вене, потому что Вене не жаловался никогда никому, какие у него ощущения от всего. Лану высказала все, что очень-очень мягко, очень как бы без обвинений каких-то таких, да, просто очень таким спокойным, обыденным тонном она рассказывала, как себя чувствует Веня, что у него нет друзей, что над ним в классе смеются. Матвей сначала очень удивляется, как к нему относятся, его никто не обижает, не бьет, не обижает, не бьет, можно и не дотрагивать до человека, постепенно убивать его словами и поступками, а еще безразличием, пренебрежением, насмешками. Да нет же, с ним правда нормально общаются, как со всеми, почти, но может и подшучивают иногда, ну так, по-доброму, ничего особенного, ничего особенного. И вот в итоге начинает Матвей понимать, насколько это все отвратительно выглядит. А потом он все узнает от этой желанной, что у Веньки нет никакого брата, что сестра отказалась от ребенка буквально сразу, уехала. Вот. И Матвей спрашивает, он получается обманывает? Если обманывает, то самого себя отдохнула Ланга. Он хочет быть кому-то нужным. Он же как щенок бездомный, тычется, тычется, ко всем, а его раз, брезгливо ногой впихивают. Такая жизнь его не устраивает, вот он и отгородился от нее книгами, наушниками. Вейко давно уже живет в своем мире, параллельном. На что Матвей подумал, что в параллельном мире в данный момент он находится. И вот в итоге они, ну там очень много приключений, на самом деле книгу пересказывать сложно, да, всю подряд. Вы там, кто читал, помните, да, что Матвей неожиданно для себя вдруг участвует в спартакиаде, неожиданно для себя начинает переживать за класс, вдруг переламывает отношение ребят к Вене в плане того, что Веня уйди отсюда, ты не везешь. А если я не читала? Значит, читать придется. Если интересно, то читать. Я здесь не могу прочитать всю книгу, это нас месяца три так займет чтение книги вслух, ежели, да. Вот. То есть, мы можем такой формат делать, но я не думаю, что просто очень мало получится раз в неделю читать. Ну, у Золуфа на совместное чтение есть урок. Ну да, там совместное чтение, да, мы немножечко просто обсуждаем больше книги. Ну и получается так, что он и одноклассников, правда, в той реальности, да, где он сейчас убеждает в том, что какие же вы слабаки, если у вас один Веня только с его невезучестью может заставить проиграть. Вы что, с Веней вместе поиграть не можете, да, что же так? Вот в итоге начинают поворачиваться мнения всех, что это действительно нехорошо, да, с этой стороны такие вещи делать. Вот. Ну и он понимает в какой-то момент, что Веня как раз именно отдает все, что только может Матвею. И это настоящий друг действительно из Вени получается, да. Так, вот. Ну и в итоге Веня помогает Матвею попасть обратно в его реальность. И вот чем кончилось то, что в этой реальности, да, ну в общем его путешествие по реальности закончилось определенным изменением его отношения вообще ко всему вокруг, да. У него там еще была линия, которую я даже не трогала. Это вот разборка с этими уголовниками, которые его преследовали, да. Это настоящие не хулиганы уголовники действительно. Вот. Ну и вернувшись в свою реальность, когда он осознает, что все, он дома, значит, давайте посмотрим, что получается, да, в итоге. Он встречает маму у подъезда, которая возвращается с этой девочкой Ксюшей. Мама, конечно же, говорит ему, что как ты мог меня так напугать, он же все эти дни не отвечал на телефонные звонки, потому что его не было, просто это реальность. Мам, да я не хотел тебя пугать, правда, оправдывался Матвей, я просто телефон потерял, а тетя Валя не открывал, потому что у меня и дома-то почти не было, я постоянно в школе пропадал, у нас спартаке и спартаке и репетиции, мероприятия разные. Неделя такая была, просто не продохнув. Мероприятия? А ты разве их посещаешь? Мама наконец оторвала его от себя, но не отпустила совсем, будто боялась, что он снова исчезнет. Конечно, я вот только домой иду с репетиции, задержались сегодня допоздна. Заверил ее Матвей и поспешно добавил, не беспокойся, я не один, меня учитель привез на машину. Ну что, абсолютная правда, кстати. Но позвонить ты мне хотя бы мог с другого телефона, хоть сообщение, два слова, я живу здорово, что так трудно было, я же себе места не находила. Мам, да я твой номер наизусть не помню собрала. Ну ладно тебе, успокойся, все же хорошо. А почему так рано, ты же сказала, поезд приедет в половине первого. Я сказала, удивилась мама, кому? Ну у него немножко перемешивается, да, это реальность. Мне, то есть не мне спохватился с Матвей, а тети Вале, она мне передала. Вот появляется эта Ксюша, да? Знакомьтесь, это у нас Ксюша, мама обняла ее за плечи. Девочка остороженно взглянула на Матвей. Привет, дружелюбно сказал он, я Матвей. Я помню тебя, Ксюша смотрела по-прежнему из-под лобья. Ты обзывал меня шмакодявкой, щелкал по голове, а еще сыпал мне песок, за шиворот и не давал свой планшет. Больше не буду так делать. Если хочешь, можешь играть на моем компьютере. Правда? Правда. Он заметил мамин мимолетный взгляд полный изумлений. Она не ожидала от Матвея столь радушного приема, особенно после грандиозного скандала перед отъездом. В итоге что получается? Он начал понимать, как оно бывает, когда человек совсем один где-то оказывается в совершенно незнакомом месте. Он был в другой реальности в одной, в другой реальности в другой. И везде ему нужна была какая-то опора. И когда приехала Ксюша, он понял, во-первых, что ей тоже нужна поддержка. А второе, что он понял, это еще немножечко такой момент, ему очень понравилась Милослава. И ему было очень приятно думать, что где-то эту же Ксюшу встречает Милослава. Ксюша как бы уже связывала. Через эти миры. Хотя они никогда не смогут больше встретиться, но как-то такая связь остается. Так, и кто еще дочитал, что еще он хорошего сделал в конце книги? Да, Катя? Он поехал в одно воскресенье к Вене на Красном велосипеде. Ну, конечно, не его брат, но он сказал то, что он хотел, ну, поехали куда-то там. Поехали кататься, да? в этом мире у Вене тоже будет друг. Неизвестно, будет ли у него этот друг в других параллельных реальностях, но в этой параллельной реальности наконец какая-то мечта у Вене осуществляется, да? И мне кажется, Матвею будет так приятнее жить, интереснее. Вот с таким вот подходом уже, да, когда он может не только брать, но кому-то отдавать что-то, да? Помогать Ксюше, да? Дружить с Веней. Это делает жизнь немножечко интереснее, светлее, радостнее, да? Вот это вот такие вот ощущения, потому что человек, это существо вообще на самом деле стайное, да, стадное, то есть ему нужно быть в каком-то коллективе с кем-то, ему нужно обязательно, да, быть хорошим, очень надо обычно. Главное найти правильный коллектив, в котором вы будете хорошим, да? Бывают коллективы такие, что лучше не надо. Вот. Ну вот у Матвея это все путешествия по реальности закончились довольно хорошо, для него и для окружающих, кстати, тоже. Но в других реальностях возможно все складывалось по-другому. Интересно, как в наших параллельных реальностях что складывается, да? Подумайте, ну досуги. Так, и значит еще один момент, ребята. Значит, у нас на следующей неделе занятия не будет, я уеду. и у вас две недели есть на то, чтобы начать читать следующую книгу. Следующая книга у нас «Поселок Кир Булычев». Кира Булычева знаете по Алисе, да? Вот по этим приключениям я дам на текст ссылочку в чате и я дам на аудиокнигу ссылочку. Экранизации не было. Все, на сегодня все тогда, ребята. Давайте до следующего. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.